Первый платеж у турецкой компании был сделан в размере 3,5 миллионов евро. Об этом сегодня на брифинге заявила Башкан Гагаузи Евгения Гуцул, отметив, что весь механизм сделки по покупке газа прозрачен. Башкан призвала министра энергетики Виктора Парликова последовать ее примеру и опубликовать контракты на покупку газа, подписанные Энергокомом. По словам Евгения Гуцул, только в этом отопительном сезоне жители Гагаузи сэкономят более 140 миллионов лив. Поставки газа в автономию начнутся уже с 1 декабря. Первыми подключат социальные объекты – это детские сады, школы, а также больницы. Мы искали решение этой огромной проблемы, чтобы не допустить социальную катастрофу, и мы нашли выход. При содействии команды профессионалов нам удалось заключить контракт на закупку в Европе и поставку в Молдову природного газа. На первом этапе мы согласовали открытие офиса в Камрате, который будет способствовать по упрощенной схеме переходу потребителей к новому поставщику природного газа. По словам Башкана, немецкая компания будет доставлять газ до Молдовы, а молдавская компания будет предоставлять его жителям Гагаузии, Аргеевского района и Тараклии. Евгения Гуцул напомнила, что контракт на поставку газа уже был опубликован в СМИ. В связи с этим обратилась к министру энергетики Виктору Парликову с предложением опубликовать контракты сделок «Энергокома». Первый платеж в виде аванса от турецкой компании был сделан в размере 3,5 млн евро. Мы ожидаем, что и министр энергетики Республики Молдова, господин Парликов, также опубликует контракты и сделки, которые заключил «Энергоком». И тогда пусть уже эксперты и, может быть, компетентные органы разберутся, почему наш газ почти в два раза дешевле. По словам представителей компании «Норгаз» в Фурнизаре Александра Гросу, в первую очередь начнется подключение к социальным объектам – детсады, школы, а потом к остальным желающим из Гагаузии. Он также сообщил, что цена в 10 лив за кубометр газа включает в себя все расходы и на доставку. Это сэкономит 140 млн лив в течение отопительного сезона. Провели продуктивную беседу с Башканом Гагаузии для того, чтобы к 1 декабря были реальные действия и реальное исполнение данного контракта, про который говорит дамна Евгения. Я нахожусь здесь для того, чтобы довести до вашего сведения, что и компания реальна, и контракт реальный, и мы реальны. Мы начали этот проект с Гагаузии. Думаем, что этот проект будет и в других регионах нашей страны, если нам дадут осуществить то, что мы начали. В свою очередь жители гагаузской автономии считают, что подобные изменения пойдут на пользу гражданам. А попытки со стороны центральных властей помешать реализовать планы Башкана лишь еще раз демонстрируют пренебрежительное отношение к жителям автономии. Наверное, им тоже бы хотелось, но не хватает умения добиться такого результата. Я так считаю. Надо постараться, наверное, чтобы что-то сделать хорошее для людей. Тогда мы тоже к ним повернемся самой хорошей стороной и будем высоко оценивать их деятельность. Насчет того, что власть Кишнева, то, что они сейчас делают задержку в этом плане, или как они там хотят изменить, я не думаю, что это нормально. Хотел бы просто, чтобы власть Кишнева, то есть относиться по-человечески к людям, то, что в данное время то, что делается ГУЦУ, они могли то же самое сделать, немножко снизить вот этот тариф. И я в этом плане вот так вот, солидарность с ГУЦУ. Слушайте, это очень хорошая идея. У нас не такое богатое население, которое может тебе позволить платить за газ почти 30 лет. Пишневские власти заявили о том, что если такой проект будет осуществлен, то они будут этот газ распределять по всей Моголе. Как вы думаете, почему вообще они так вот, любители так препятствуют? Потому что скоро их полномочия заканчиваются для того, чтобы привлечь население, для того, чтобы в следующий раз, когда будут выборы, население им в очередной раз поверило. Они предпринимают такие попытки. Они не заботятся о своем народе, а этот башкан заботится. И это их бесит просто.